девчонки всем привет с праздником кто празднует и хороших выходных тут у меня тазик ходит и поэтому он будет здесь сейчас шуметь что-то ронять не пугайтесь полтергейст такой местный значит у нас будет сейчас разбор уже наконец-то закончим с янтарем с посылка девчонки все жду здесь был ажиотаж поменьше так что например две пары серег которые пришли на них не было вообще желающих в распаковке то есть их видимо не увидели они шикарные и вот теперь я уже во всей красе показываю как видите не из трех сегментов значит у нас здесь 1668 грамм и у нас цена 347 плюс 17 процентов для израильтян и 112 долларов не для израильтян серьги мощные конечно три крупных кусочка в каждой серьги для тех кто любит украшения покрупнее вот так смотрится с этой стороны все это родировано белым роте и вторая пара которая пришла я взяла я как бы заказал только две пара потому что умеющийся честно остались прошлого раза там по-моему одна или две пары на два сегмента вот они каждый совершенно разные 293 плюс ндс для израильтян масса 1327 или 95 долларов давайте смотреть дальше сейчас будет у нас 5 кулон 6 кулонов 6 и вот как раз на кулоны у меня 7 человек в очереди было при распаковке поэтому теперь посмотрим то что заберет я решила больше не разрешать при распаковке откладывать украшения потому как это очень путает что теперь будем как всегда смотреть видео и откладывать уже соответственно с ценой и при таком просмотре значит кулон номер один 189 плюс 17 процентов ндс долларах это 61 доллар это у нас с хвоей вот такой вот королевский кулон это насколько все кусочки совершенно разные кулон следующий девчонки когда вы будете мне говорить какой кулон вы откладываете пожалуйста просто цену называйте все цены разные и мы разберемся с мать к оригинальный значит он у нас идет на 192 шекеля плюс ндс или 62 доллара следующий кулон у нас 182 шекеля плюс ндс вот он тоже с хвой посредине так еще раз цена 182 плюс ндс или 59 долларов очередной кулон следующий вот так вот смотрится 208 плюс 17 процентов это у нас получается 68 долларов вот такой кулон 207 плюс 17 процентов даже видно насколько они все разные и по форме и по цвету это 67 долларов получается и последний шестой сто девяносто шесть долларов плюс 17 процентов так то есть 64 долларов ну что давайте смотреть наверное колечки эти как у нас упакают прямо получается вот такие вот всевозможные оттенки ну давайте посмотрим колечки и мы тему галька закроем колечек 5 на кольцо по моему только одна девушка была так что остальные четыре можете как говорится кому нужно в свободной продаже без проблем значит кольцо номер один вот она они все безразмерно от 17 до 19 175 плюс 17 процентов вот он кольцо номер один 57 долларов она получается значит кольцо номер два за 182 шекеля включаем ds тоже с хвой эти кусочек 59 долларов 59 долларов бирка его тут рядышком кольцо номер 3 на два сегмента сетика оригинально это у нас 170 плюс 17 процентов ндс 56 долларов 56 долларов кольцо номер 4 тоже к сожалению бирка оторвалась у нас 184 плюс 17 процентов очень похоже на вот это кольцо за 182 184 184 это 60 долларов и последняя за 100 же 184 соответственно тоже 60 долларов она идет поперечным вот так вот припаяно для тех кто любит не вдоль а поперек я люблю тоже кусочек хвои здесь и даже кусочек корочки сохранился вот ребята все разбирайте и мы тогда уже перейдем на модели более серийные но тоже красивые с разным янтарем вот такая вот красота девушки не поверите 8 30 утра это время когда у меня полночь а я уже еду звезды на той неделе посмотрела сейчас еду искать грибы для тех кто не в курсе у нас в израиле в принципе грибами раньше занимались только выходцы из советского союза а израильтяне покупали шампиньоны в магазине и в недоумении смотрели на бешеных русских которые в лесу лазили и собирали в основном собирали маслят конечно но где-то пару месяцев назад я думаю что вы помните как я вас всех доставала вопросами а кто собирает грибы и скидывайте срочно фотки и все это во мне кипела бурлила и пузырилась пока я не нашла в фейсбуке по моему или в ютюбе не помню точно какую-то девушку по имени ави вид которая заявила что она проводит вот такие вот путешествия по лесу прогулочки где можно научиться собирать израильские грибочки ну конечно тоже такого откажется правда единственный минус был что нужно было рано встать и начинается такая прогулка в 930 группа около 10-15 человек ну как говорится я первых рядах ведь меня в беларусь-то или в карелию не пускают на сбор грибов так что придется поехать в наш лес хотя ехать на самом деле там всего-то 20-25 минут тем более что пятница утра очень многие уже выходные не работают думаю да чё там 25 минут ради грибочков всегда готовы конечно было труднее рано встать но я смогла кофеек душ и вот я в дороге за неведомым а точнее за объяснением какие же грибы можно найти в израильском лесу хотя были и конечно же приключения и сейчас вы это увидите ну конечно из песни слов не выкинешь сейчас я вам непосредственно озвучку поставлю своих выражений некультурных непосредственно так сказать с видео сейчас то я наговариваю уже сидя дома постфактум сначала увидели каких-то странных птичек вот таких на тетерева похож который пешочком перешли дорогу такой стайка не знаю что это мама потом посмотрит видео и обязательно скажет ну а потом вдруг я обнаружила что у меня-то не внедорожник извиняюсь а дорогу-то размыло и начались у меня конечно же приключения для начала машину начала трясти и я вдруг увидела огромные так сказать лужи ну а дальше смотрите сами чем кончилось то уже грибники начались ух ух ты у чеси и чеси а если тут завязано кто мне будет эвакуировать то меня дима убьет особенно если учесть что он это видео увидит ну что рискнем ой во-вой ребята ничего себе я проехала фу флаговый поправлю немножко у меня чтобы было лучше видно хотя у меня так настроено неудачно что как бы бок дороги только бок только видно вообще дорога у меня ребята вот такая сцепки с дорогой почти нет буксуют о как-то получше дело пошло так так what нравится все ой-ой-ой девочки ой-ой-ой-ой ребята я по-моему застряла это номер ой-ой-ой-ой девочке ой-ой-ой девочке ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, я вам хочу сказать, что испугалась я не на шутку. Я не в том смысле испугалась, что я завязана. Это же не конец света. Кстати, он полиция. Сейчас по шее мне дадут за то, что я в руке держу этот сам. Короче, хондочка моя, лапочка. Как ты меня вытащила? Обратно поеду другой дорогой. Как я в ту лужу-то попала? Дима меня укакушит. Надо будет машину помыть. Надеюсь, он это видео не будет смотреть. Красотка. Все, вот наша уже... Уже есть первые двое. Наверное, это наша девушка, которая нас будет водить по лесу, судя по шапке. И потому, что все ей звонят. Фух, вот и испугалась. Сейчас, блин, думаю, завязну. Надо будет вызывать спасателей. Ну, вот такой вот у нас лес. Верни его кусочек. Видите, везде столики. Все еще не облагорожено, кроме дороги. Хотя, может быть, просто меня повело не с той стороны. Вот я смотрю, они сейчас все выезжают с этой дороги, с большой. А меня, видать, повело в какой-то кошмар. Ладно, пока отключусь. Ну, дальше уже, конечно, про грибы. Уже не про дорогу. Оказывается, у нас есть довольно много съедобных видов грибов, которые можно находить в израильских лесах. Я даже не в курсе. Я была уверена, что мы исключительно замаслятами. Но сейчас вы увидите, что показало нам даже 4 вида прям. Это, конечно, вам не боровики, но тем не менее. Ну, вот она тут приготовилась. Показывать нам народ потихонечку собирался. Собирался, была шикарная погода, я вам скажу. Хотя, заставили нас взять зонтики. Вот у меня ножичек, такая сумочка. Вот птичка, вот сойка как раз. Для того, чтобы нам всем не скучно было. И, конечно же, конечно же, хорошее настроение. И вот она тут объясняет, что вот грибы бывают и на шишках, но их есть не надо, потому как кончится все это не очень хорошо. Ну, там объясняла всякую разную биологию, которую мы и без нее знаем. Ну, ладно. Вот на столе там представители всяких, так сказать, грибных. А тут же, конечно же, и мушкетеры подвалили. Я вам скажу, по этому лесу кто только не ездит. Конники, на тракторах, на велосипедах, пешком. Я все переживала, чтобы на нас арабы не напали. Какие там арабы? Тут народу просто не протолкнуться. А мужички ничего-то. Ну, вот после таких минимальных объяснений мы пошли, как говорится, бродить по лесу. Первое, что мы нашли, я не буду называть на иврите название, я сразу вам по-русски переведу. Это, ребята, рядовка. Рядовка мини-версия, потому как я видела в Ютьюбе, в Ютьюбе народ и рядовки собирал. Они были раз в 10 крупнее. А у нас рядовка вот такая вот. Она очень мелкая, но она съедобная. Но чтобы набрать, покушать в такой рядовке, надо, наверное, на месяц ходить. Я, например, к сожалению, не нашла ни одной штучки. Вот такой гриб. Ну, вот здесь она показывает, как мы ищем маслята. Для сбора маслят в Израиле нужны грабли, мачете, очки, перчатки строительные. А здесь вот случайно нам совершенно нашей группе повезло. Это была одноразовая радость. Мы нашли рыжик настоящий. И вот, собственно, она сейчас с криками и пляшками эти рыжики. Там была целая семейка. Вынула их и нам показала, что такое рыжик. Показала на срезе, как он будет. Из него будет его втока оранжевую. Рыжики больше никому не достались. Мач, которых нашел, вот ему повезло. И, собственно, на этом рыжики в этом лесу кончились. Мне достались только маслята. Ну, и парочка вот этих вульвейл странных. Вот такой вот хорошенький рыжик, оказывается, в Бейтшемен. Но не для всех. Виапи гриб. А здесь странный грибочек. Вальвариэла слизистоголовая. По-русски. На иврите Нартиконит наагеа. Нааа. Двика, не геа, конечно. Вот такой странный грибочек я никогда не видела. Съедобный, как оказалось. Вот, когда у нее пластинки уже коричневые, она уже немножко, конечно, переросла. Нужно ее брать как-то у нее белые пластинки или совсем в таком полуоткрытом состоянии. Если честно, написано, что это съедобный гриб, но особым вкусом или запахом не выделяется. То есть, это если уж совсем ничего никто не нашел. Едят его свежим, проваривая предварительно 15 минут. Ну, то есть, такое дело на любителя. Как говорится, если уж совсем тоскливо на душе и хочется грибов принести домой. А это у нас кто? Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok А здесь, чтобы такое произошло, нужно, наверное, крайне сильно постараться, конечно. Вот, девушки, вот такие вот мои изыскания. Ноги у меня промокли, ребята. У меня бланстон, довольно-таки крепкие ботинки. Насковость просто, до носков. Вон черепашка, вот она спит на зимовье. Закопалась и отдыхает. А вот еще я нашла какие-то странные, на дождевики похожи, такая кучка круглых. Такие, не поняла, что это. И все, потом обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!